Приветствую всех, кто смотрит этот ролик. Мне хотелось бы обратиться к вам с просьбой, как всегда, так как канал находится под санкциями и не появляется в рекомендованных, здесь срезают просмотры и прочее, поделитесь этим роликом в соцсетях, выставляйте на свои каналы и, возможно, знаете, как по принципу семи рукопожатий, может быть, этот ролик дойдет и до самого Виктора Шандровича. Я являюсь его большим поклонником и хотел бы в этом ролике обратиться к нему персонально. Думаю, что мой ролик станет таким своего рода глазом народа, потому что очень много под моими темами о Эхе Москвы писали люди именно всегда с одним и тем же вопросом. Этот вопрос Виктору Анатольевичу я задам в конце этого ролика, а сначала я прочитаю две заметки, одну самого Виктора Шандровича, а вторую Игоря Яковенко. И еще, если вы хотите как можно больше углубиться в эту тему, обязательно прослушайте прямой эфир Марка Фейгина с Игорем Яковенко, где они подробно разбирают конкретно персоналии Эхо Москвы и взаимоотношения этой радиостанции с путинским режимом. Итак, сначала небольшая заметка, вышедшая буквально на днях от самого Виктора Шандровича. Ведущий программы «Особое мнение» на радио Москвы Алексей Нарышкин сообщил в своем профиле в Facebook, что на его работу в последнем эфире обратили внимание в высоких кабинетах. Кто бы сомневался. Цитата. «Там отметили профессионализм ведущего, пишет Нарышкин, через знакомых уже поступило интересное предложение по сотрудничеству с федеральными телеканалами. Если честно, уже заждался. Судьба. Не к Маргарите Симоньян и не в Киселевскую команду, но тоже очень приличные ребята». Тоже. Шах и мат, котятки. Прощается с нами этот удачливый человек и показывает на прощание средний палец. Марина Королева, знавшая эту завтрашнюю звезду федерального телевидения, хорошим звукорежиссером эхо, сокрушается в частной переписке, до чего опустился некогда хороший парень Леша Нарышкин из приличной московской семьи. А он не опустился, Марина. Он поднялся. В их системе координат там, это вверх. Как получилось, что система координат стоит таким раком? Это уже вопрос к нашему герою. Молодые сучат ножками и расчетливо хамят, считая хамство своей победой. Карьерные лифты безошибочно подтверждают правильность их выбора, и я рад, что поспособствовал ускорению одной уже почти неизбежной карьере. В добрый федеральный путь, Алеша, давно пора. Дай бог здоровья этим мальчикам и девочкам из хороших, в кавычках, семей, в том числе для того, чтобы они могли дожить до момента, когда хамство и подлоги вдруг перестанут приносить им радость. Когда они догадаются, что их учителя их просто растлили. Когда они заподозрят на подходе к вершинам финансирования, что их жизнь просрана. Когда обнаружат, что книжные полки забиты судьбами таких вот победителей, в кавычках, и запоздало удивятся, меня же предупреждали. Виктор Шендерович. Телекритик из московского комсомольца Александр Мельман опубликовал на сайте «Эхо» текст под названием «Коронавирус убил демократию», в котором в очередной раз хоронит демократию. Отправной точкой его похоронного марша стало обличение Виктора Шендеровича. «Вот один либерал, не будем показывать пальцем, хотя это был Виктор Шендерович, говорит во всеуслышание, что Россия – тоталитарная страна с тоталитарным мышлением и народом», сообщает телекритик Мельман. А дальше телекритик приступает уже, собственно, к похоронам. Еще одна цитата. «Коронавирус убил демократию прямо здесь и сейчас, но какая разница итальянцу или американцу, подыхающему в коридоре, совершенно не приспособленного к лечению этой странной чумы больнички, участвовал ли он в свободных выборах своего мэра, губернатора президента или нет? «Какая разница, человеку на последнем издыхании, ловящему воздух, как выброшенная на берег рыба, ответственно перед ним правительство или нет? Он все равно умрет, этот итальянец или американец? Он сдохнет во имя демократии?» После чего телекритик Мельман начинает рассказывать про то, какие ужасы творятся у этих «цивилизованных» людей высшего мирового общества. «Демократия не бьется с коронавирусом. С такой трагедией всемирного потопа ни в коем случае. Выборы, суды, достоинство, честь, индивидуализм отдельно, а спасение утопающих отдельно. Это дело рук самих утопающих». Телекритик Мельман лжет и не может не понимать, что он лжет. Он не может не знать, какую гигантскую адресную помощь оказывают государства в странах демократии своим гражданам и какой шиш без масла получают россияне от своего государства. США, Канада, Австралия, Германия, Франция, Великобритания и все страны ЕС выделяют немыслимые для россиян суммы каждому своему гражданину. А еще адресно и персонально направляют деньги всем предприятиям для компенсации потерь от пандемии. В целом демократические страны направляют на поддержку людей во время пандемии от 10 до 20% от своих ВВП. В России президент объявил нерабочий месяц и велел работодателям платить людям зарплату. Шутка про то, что Путин пришел в бар и заказал всем выпивку за счет заведения, наверняка дошла до самых темных подвалов московского комсомольца, в которых телекритик Мельман создает свои пасквили. Собственно, это как раз то, о чем говорит и пишет Шендерович о различиях в противостоянии пандемии в разных режимах. Проблема не в том, что телекритик Мельман лжет, и даже не в том, что он лжет, прекрасно зная, что он лжет. Проблема в том, что телекритик Мельман лжет на сайте Москвы, которая в целом воспринимается как либеральная СМИ, и сам телекритик Мельман имеет в ругах либеральной тусовки репутацию независимого. Мельман лжет точно так же, как и Соловьев. Но ложь Соловьева имеет одного адресата, а ложь Мельмана другого, того, который Соловьеву не поверит. А вот эху, на котором лжет Мельман, может и поверить. Когда пытаешься что-то объяснить про эхо Москвы, тут же набегает туча защитников, которые возмущаются, что только благодаря эху и лично Алексею Алексеевичу Венедиктову мы имеем возможность слушать Виктора Шендеровича. Это правда. Только надо учесть, в каких условиях и с каким аккомпанементом вынужден выступать на эхе Шендерович. Заставить Карузу исполнять партию Энсу в сопровождении ансамбля Воровайки, исполняющего одновременно с ним хихип-хоп-мусорок. И вы получите ощущения, схожие с теми, которые можно получить, слушая Шендеровича в сопровождении эховца Нарышкина. Вот, например, особое мнение Виктора Шендеровича от 2-4-го 2020-го, которое в значительной мере превратилось в особое мнение эховца Нарышкина, которого явно никто из аудитории эха, что называется, не заказывал. Нарышкин очень старался добиться того, чтобы Шендерович ни одно свое предложение не смог произнести полностью, ни одну мысль не досказал до конца. Постоянно троллил собеседника, все время приписывал ему какую-то чушь, которую сам прямо по ходу и придумывал. Вот парочка примеров. Не скажу, но 10 дней как минимум было нашей властью потеряно. Это огромные сроки для распространения вируса. Извините, да, сейчас не будет своей стороны уже иронии, но вы не эпидемиолог, вы же не можете судить, 10 дней потеряно, 14, 2 недели. Может, надо было с января уже все закрывать. Для того, чтобы понимать, что крестные ходы, молебны, стадионы, концертные залы, толпы, рынки, ошаны набитые, что это прямой, вот просто вспышка коронавируса, инфекции, для этого не надо быть эпидемиологом. Я ни лекарства описываю, ни говорю каких-то специальных вещей, и диагнозов не ставлю. А можете назвать примеры безответственного сейчас поведения у Путина, у правительства, у Собянина? Ну, просто у нас и Путин вроде избранный, и Сергей Собянин вроде избранный, причем не один раз. Вроде, вроде, никто из них не избранный, это все назначенцы, это узурпаторы и назначенцы. Собянин гуляет. Интересно, Путина назначают, кроме народа? Нет, Путин назначил Ельцин, а потом они захватили власть, ну, давайте мы не будем сейчас углубляться, мы по-разному оцениваем легитимность. Безусловно. Зафиксировали, просто зафиксировали, не тратим на это больше времени. Значит, я, поскольку сейчас все-таки мое особое мнение, я высказываю свое особое мнение. Господин Собянин Гуэльальтер, понимаете, он назначенец, его прислали из Золотой Орды, собирать ИСАК и держать под контролем нас. Мы его не выбирали, может быть, и выбрали его, не знаю. Вы его не выбирали. Нет, нет, его никто не выбирал. Я за него голосовал. Нет, выборов, но выборов не было, вы на здоровье. Но выборов в европейском смысле, когда люди в равной, честной, конкурентной борьбе выбирают себе менеджмент, не было. Он назначенец. Он, да, как угодно, кум, бугор, это в разной степени можно говорить, назначенец. Можете мне объяснить причину вашего злорадства? Просто слушатели это не видят, но я-то вижу, потому что напротив Виктора Анатольевича сижу. Вот вы улыбаетесь, рассказывая о том, что нефть у нас нефть уступала. Ваши галлюцинации я комментировать не буду. Злорадства у меня никакого нет, я тут живу, если вы заметили. Я тут живу, у меня даже гражданство не такое. Вы разве не хотите, чтобы наступили критические последствия, и Владимира Путина, не знаю, вынесли, выгнали? Мне бы очень хотелось, чтобы Владимира Путина поскорее вынесли. Мне бы хотелось, чтобы это было по возможности без крови, по возможности без распада государства, по возможности без гражданской войны и дарвинизма. И 20 лет я вам и другим продвинутым говорю об этом, о том, что как можно быстрее надо вынести. У меня нет возможности возразить, суда нет. У меня нет возможности переизбрать, выборов нет. У меня нет возможности обсудить это, СМИ нет, больших СМИ, да? Не вот нашего закуточка. Вот о чем идет речь. А я просто, извините, сейчас у меня... Стоп, давайте все... Я просто слышу, что все, что делает Владимир Путин, пускай даже это международный опыт, опыт самых приличных демократических стран. Это все плохо, априори, потому что это Путин штампует. Алексей, не в первый раз вы пытаетесь сказать идиотизм от моего имени. Я хочу уточнить, какой идиотизм. Если я уточняю идиотизм, то только у вас здесь. Нет, 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 от моего имени этого не надо. Я сказал несколько раз и повторил, чем отличается ситуация. Вы еще и Зеленский, вспомните, который каждый день выступает и делает свое выступление в шоу. Кто? Зеленский. Зеленский. Каждый день. Послушайте, оставим Зеленского... А оставим Зеленского в Украине. Оставим Зеленского в Украине. Я не выбирал Зеленского. А Меркель нам все-таки оставит. Мы равняемся России на Меркель. Мы равняемся, да, неплохо было бы. А Украина вам чем не угодила? Вы все время сменяете тему. Это довольно подловатый прием. Не знаю. Какой есть. Сами научились. Так учили. Так учили. А, так учат. Но почему ты оказался первым учеником? Кончают цитату. Алексей, сколько коронавирусных инфицировано, мы не знаем... Почему тесты не работают? Тесты не работают. Почему они не работают? Уже... Ну как нет? По кочану, Алексей. Потому что есть... Подождите, не-не-не-не. Нет, стоп, дайте. Не надо агрессировать. Подождите. Нет, стоп, стоп. У нас есть тестирование. У нас есть тестирование. Дайте ответить. Разумеется. Виктор Анатольевич, вы это врачам скажите, которые сейчас как раз работают с больными, заболевшими коронавирусами, потому что они на самом деле продляют режим Путина. Алексей, вы не побоюсь вам сказать... Каждый раз, когда они ставят капельные тюмерики. Не побоюсь вам сказать, что вы демагог. Просто демагог. Не больше, чем вы. Довольно опасный. Не больше, чем вы. Значит, я не говорил, что врачи не должны лечить, потому что они продляют. Я этого не говорил. Это как бы от моего имени все время говорите вы. Довольно подловато. Итак, весь эфир. Когда я вначале сравнил Нарышкина с группой Воровайки, это было совершенно незаслуженным комплиментом эховцу, поскольку любая самая вульгарная эстрадная группа имеет свою честно завоеванную аудиторию. А такие ученики Венедиктовской школы журналистики, в кавычках как Нарышкин, способны выступать только как помеха для других. Поэтому их лучше сравнивать с глушилками, которые использовались в СССР, чтобы советские граждане не могли слушать вражеские голоса. В эпоху интернета глушилки стали бесполезны, поэтому режим ставит живые глушилки непосредственно на каждый ресурс, который, как им кажется, может содержать крамолу. Для аудитории эхо Венедиктов всякий раз готовит целую серию глушилок для того, чтобы помешать слушать Шендеровича, вполне себе сгодится и Нарышкин, один из первых учеников школы Венедиктова. Игорь Яковенко Ну а теперь вопрос. Интересно, знает ли Виктор Анатольевич, что 99% адекватных людей, которые отзываются о эхе, говорят ровно то, что написал здесь Игорь Яковенко. Мы слушаем эхо Москвы исключительно потому, что там выступает Шендерович. Уже давно дискредитировали себя большинство участников так называемого особого мнения. Кого там, извините, слушать? Константина Римчукова, теперь беспрерывно гуляющего по федеральным каналам, продажную Юлию Латынину? Если слушать внимательно онную, то можно очень много понять, чего хочет транслировать Кремль на большую, так сказать, либеральную тусовку. Кто там еще? Еще прорицатель Соловей, всегда тыкающий пальцем в небо, может быть Сергея Маркова или Сергея Пархоменко или абсолютно продажного паяца Станислава Белковского. Так кого же вообще можно слушать на эхе Москвы, кроме Виктора Шендеровича? Получается, что фактически никого. И получается, что как бы не пытался Венедиктов завуалировать свой этот Газпромовский канал под что-то приличное, люди, тем не менее, могут разобраться. И люди, еще раз, в 98% все говорят о том, что смотрят эхо только из-за Шендеровича. Так вот, все-таки я хотел бы спросить Виктора Анатольевича, а действительно ли стоит продолжать выступать на эхе Москвы? Но ведь в современных условиях достаточно сделать совсем немного движений, открыть собственный канал на YouTube и собрать свою аудиторию больше, чем у Латыниной, Невзорова или еще бог знает каких продажных журношлюх. Если народная любовь завоевана, если большинство людей действительно приходит для того, чтобы увидеть и услышать Шендеровича, как кажется многим людям последнего непродавшегося автора этого радио, Виктор Анатольевич, может быть, действительно стоит задуматься, а должны ли вы находиться там, должны ли вы создавать репутацию этому совершенно непрофессиональному, хорошо, если только непрофессиональному, а скорее всего продажному и лживому эхо Москвы. Люди уважают вас, но они не понимают, как и не понимаю я, что же вы там делаете, кому персонально вы обязаны и отрабатываете там свои часы. Пора задуматься об этом, Виктор Анатольевич, времена меняются, YouTube предоставит вам площадку и общайтесь с народом сколько хотите. Я думаю, что постепенное нахождение на эхе Москвы станет такой своего рода черной меткой. Ведь вы не глупый человек и понимаете, если бы в России была альтернатива, то тот профессионализм в кавычках эхо, который демонстрирует Венедиктов со своей когортой малообразованных журналистов типа Нарышкина, они бы никогда не выиграли в конкурентной борьбе. Они существуют только потому, что альтернативы эху нет. А почему ее нет, все мы приблизительно догадываемся. Я желаю в любом случае замечательному русскому сатирику Виктору Шендеровичу всяких успехов и хотел бы донести до него мысль, что народ его принимает, народ его любит и смотрит его в эфирах эхо Москвы, даже несмотря на то, что большинство из них уже подташнивает от этого ресурса, от которого буквально несет Кремлем. Надеюсь, когда-нибудь это мое послание, в том числе и от моих подписчиков, дойдет и до Виктора Шендеровича. Пока еще народ в нем не разочарован и верит в то, что писатель Виктор Шендерович остается искренним и честным до сих пор. Виктор Шендерович